Образовательный проект по изучению башкирского языка объединил людей разных профессий, возраста и национальности. Есть башкиры, в силу разных причин забывшие свой родной язык. Много представителей других народов, изъявившие желание знать башкирский. Примечательно, что почти все ученики данного курса хорошо знают слова приветствия. К примеру, не раз заместитель главы администрации Наталья Лапшина на мероприятиях национально-культурного значения начинала свою речь на двух языках – башкирском и русском. Очень хотим, чтобы все в нашем городе были одной командой, и разговорный башкирский язык, который является вторым государственным языком в нашей республике, мы все понимали. Это наша культура, это наше уважение друг к другу, и это наш кругозор. Обучение проводит педагог с более чем 30-летним стажем, отличник образования республики Римма Арсланова. Для данных курсов она подготовила специальную методику для начинающих. И первый урок – это знакомство с алфавитом и работа с артикуляцией. Чтобы правильно учить слова, нужно знать звуки, характерные для башкирского языка. В течение 15 уроков мы хотим освоить со слушателем всего 500 слов. Слова, лексика, которая будет в программе, в основном будет касаться нашего города, профессии. Обучающиеся отмечать, что это хорошая возможность для изучения государственного языка республики. Да и когда вместе занятия проходят интереснее, говорят участники проекта. Я вообще считаю, что так как мы живем в республике Башкортостан, мы должны знать традиции башкирского народа, чтить их. И я считаю, что если мы будем владеть разговорной речью, будем понимать то, что говорят окружающие, сможем общаться с ними, с людьми на их родном языке, я считаю, что это вообще замечательно. Вы знаете, я всю жизнь прожила в Башкирии. И разговорную речь башкирскую я очень часто слышала. Тем более я жила в сельской местности, где очень много людей башкирской национальности. Ну, много слов, которых я на слух знаю перевод, но произношений, конечно, никакое. А сейчас, думаю, столько лет прожила в Башкирии, я должна, наверное, что-то и получше выучить. Поэтому у меня такое желание появилось. Итак, на 15 недель конференц-зал библиотеки филиала номер 3 стал ученическим классом. По итогам курсов обучающиеся должны будут сдать зачет. Мне очень охота опробировать данный проект и в конце увидеть результаты. Я готова работать для этого, готова с таким усиленным темпом работать. И в конце обязательно будет творческий проект в их профессиях, слушателей.